В зале научно-культурного центра «Мозговой штурм» в нем принимают участие студенты и преподаватели ГИТИСа, сотрудники музея-заповедника «Горки Ленинские», представители учреждений культуры Ленинского округа. Цель мероприятия — определить примерные векторы, по которым можно было бы развивать пространство музейного комплекса. Я тогда в ценности напишу культурная традиция и некоторая преемственность. Этот визит студентов Российского института театрального искусства — отправная точка образовательного проекта, который получил название «Арт-резиденция». В ходе него администрация музея-заповедника предоставляет помещение, инфраструктуру, разнообразную помощь тем, кто решит принять участие в развитии различных творческих направлений работы учреждения. Конечная цель очень простая — на самом деле сделать пространство музея точкой такого творческого кипения, точкой притока творческой молодежи, точкой притока современных художников, театралов, композиторов, музыкантов, людей разных творческих профессий. Программа расписана на три дня, а началось все с того, что группа студентов-художников, представляющих два факультета ГИТИСа — стенографии и режиссерский, познакомились с историей музея-заповедника. Многие сделали для себя первое открытие. Когда я сюда приехал, во-первых, не знал, что здесь усадьба замечательная, а в-третьих, здесь на самом деле истории гораздо больше, чем о Ленине. Здесь оказались какие-то захоронения, и киногородок, и вообще здесь парк, в котором гуляют жители. Еще одна цель мероприятия — художественное погружение в атмосферу подмосковной усадьбы, возможность почувствовать связь между прошлым и настоящим, чтобы в дальнейшем воплотить свои впечатления в жизнь с помощью проекта «Арт-резиденция». Будут постоянные резиденты, и сейчас мы договариваемся с Союзом уличных театров и ГИТИСом на текущий момент о постоянной резиденции. То есть можно приехать здесь, воспользоваться помещением в качестве мастерской, спроектировать что-то совместно со студентами, с художниками, архитекторами. В течение трех дней специалисты в области современного искусства проведут для студентов лекции и практикумы по внедрению произведений паблик-арта, лент-арта и художественных инсталляций в музейно-парковую среду. Для ГИТИСа это взаимовыгодное сотрудничество. Изначально наша цель — показать художникам театра, будущим художникам театра, что они могут быть еще и участниками общихудожественного процесса, современного художественного процесса, выставочного процесса. Они могут участвовать в выставках, они могут делать объекты паблик-арта, чем, собственно говоря, мы и собираемся здесь заняться. Если этот опыт окажется удачным, студенты ГИТИСа приедут в горки Ленинские уже на более длительный срок, чтобы начать работу в арт-резиденции и создавать творческие объекты. Максим Козлов, Кирилл Иванов, Гульнара Балаева. Видное ТВ.